Число жертв в результате ракетного удара по Кременчугу увеличилось до 20 человек. Меня зовут Сайхан Ценсаев, здравствуйте. По последним данным, жертвами ракетного удара по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области стали 20 человек. Еще около 60 ранены, 40 человек остаются пропавшими без вести. Цифры неокончательные, говорят власти, поскольку тела большинства погибших еще не распознаны. Из-за того, что они сильно обгорели. К разбору завалов привлекли сотни человек и работы продолжаются до сих пор. Напомню, что российские военные нанесли ракетный удар по местному торговому центру вчера вечером. В этот момент, по данным властей, там находились около тысячи человек. Сегодня на территории Полтавской области объявили день траура в память о погибших. В Минобороны России утверждают, что удар в Кременчуге пришелся по ангарам с западным оружием. Чувства такие, что просто ты летишь вперед головой и по телу, и по телу бьется все, что падает, осколки и все прочее. Все разрывает. И потом приземляешься. Я даже не поняла, была я в сознании или без сознания. Я открыла глаза и кричу, помогите. Личности тех, кто обстреливал торговый центр, в Кременчуге уже установлены. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский. Криминальное проведение. А просчитанный удар со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трагедию в городе он назвал одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Российская страна стала наибольшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что купить или перевозить российскую нафту, сохранить связи с российскими банками, платить податки и мы-то российской стране. Это давать деньги террористам. Удар по торговому центру осудили многие мировые лидеры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал атаку абсолютным ужасом. А премьер Британии Борис Джонсон заявил, что это нападение, цитата, «еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую опустился российский лидер». Кроме того, произошедшее в Кременчуге сегодня обсудит Совет безопасности ООН. Ракетный удар был также нанесен по Николаеву. По словам местных властей, по городу выпустили 11 снарядов, разрушенный военный городок и стадион. Под обстрел утром попал и очаков. Это также Николаевская область Украины. Пострадали жилые дома и школа-интернат. Уже известно о трех погибших. Среди них ребенок шести лет и шести раненых. Из них четыре ребенка. 16 лет, 13, один год и трехмесячный младенец. Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов. Обстрелом сегодня подвергся и город Харьков. По данным главы администрации области Олега Синегубова, сейчас известно о пяти пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии. Снаряды попали в индустриальный район города. В результате на одном из предприятий начался пожар. Власти просят местных жителей не выходить из дома без необходимости, поскольку обстрелы могут продолжиться. Отмечу, что в последние дни российская армия активно обстреливает Харьков. Только вчера из-за этого погибли 9 человек. Больше 30 получили ранения. В местной полиции заявили, что среди пострадавших есть и дети. Москва может прекратить боевые действия в Украине, если в течение суток Киев сложит оружие и согласится на условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это единственный вариант разрешить ситуацию. Таким образом, он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского. Тот накануне сказал, что хочет добиться окончания войны к концу года. И об этом Зеленский, согласно источникам Рейтер, сообщил участникам саммита Большой Семерки, в котором он участвовал по видеосвязи. При этом на Западе предупреждают, что конфликт в Украине может стать затяжным. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников готовиться к длительному противостоянию. А генсек НАТО Йенс Толтенберг допустил, что военные действия могут продлиться годы. Ну и война в Украине станет одной из главных тем обсуждения на саммите НАТО, который начнется сегодня в Мадриде. Генсек Альянса Йенс Толтенберг анонсировал, что на нем будут приняты ключевые решения для будущего Альянса. В Мадриде работает наш корреспондент Антон Бенедиктов. Антон, приветствую тебя. Расскажи подробнее о повестке встречи. Сайхан, здравствуй. Главная тема, конечно, это война в Украине. Здесь обещают принять новый пакет помощи Киеву. Ну а президент Украины Владимир Зеленский завтра обратится к участникам саммита. Приедет в Мадрид и президент Грузии Саламез Рубешвили. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг отметил, что вторжение России в Украину показала поддержка, нужна заранее. Ну и сам Североатлантический Альянс должен отвечать на новую реальность, подчеркивают в НАТО. Поэтому здесь планируют в семь раз увеличить силы быстрого реагирования. Их разместят в основном в Польше и в странах Балтии. Ну а кроме того, Россию официально признают угрозой безопасности Союза. Главная интрига сегодня – договорятся ли Финляндия, Швеция и Турция. Страны хотят вступить в НАТО, но для этого нужно согласие всех стран-участниц. А Турция пока тянет время. Президент Раджи Пардоган требует гарантий, что новые члены будут бороться с терроризмом. Сегодня встреча лидеров этих стран пройдет на полях саммита. Наши источники говорят, что шансы на успех переговоров примерно 50 на 50. Антон Бенедиктов был с нами на прямой связи. Спасибо. Суд в Москве арестовал оппозиционного российского политика Лью Яшина на 15 суток. Его признали виновным в неповиновении полиции. В последнем слове на суде Яшин назвал дело сфабрикованным. Заявил, что война с Украиной должна быть немедленно остановлена, а Владимир Путин, я цитирую, должен уйти. Также Илья Яшин рассказал, что по словам задержавших его полицейских, он их оскорблял и толкал. Однако в материалах дела нет записи с их нагрудных регистраторов и видео с телефонов. Яшина задержали накануне вечером, когда он гулял в парке с журналисткой Ириной Баблоян. И по его словам, никакого сопротивления полицейским он не оказывал. А увели они его без объяснения причин, а затем не допускали к нему адвоката. Своё задержание Илья Яшин назвал, цитата, «наглым и незаконным», предположив, что так его вынуждают уехать из страны. Политик – один из последних оппозиционеров, который всё ещё находится в России и не отправлен за решётку. Ранее его уже штрафовали по обвинению в дискредитации российской армии. Он критиковал нападение России на Украину, и на него завели четыре подобных административных дела. В американском штате Техас обнаружили грузовик с телами 46 мигрантов. Ещё 16 человек, в том числе четверо детей, нашли живыми. Их доставили в больницу. Инцидент произошёл в городе Сан-Марина. Изначально местный житель услышал крики о помощи из трейлера и затем вызвал полицию. На этом пока все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин